Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк и политолог, расскажу вам об удивительных совпадениях, связанных с гибелью российского большого десантного корабля Цезарь Кунников, который утонул сегодня в украинских территориальных водах. Итак, верить или нет этим совпадениям вы будете решать сами, но знаем, что и доблестные украинские разведчики, и российские шпионы любят различные совпадения, цифры. И, в частности, например, Путин травил Навального ровно в день убийства Троцкого. Ровно в день убийства Троцкого намазали Навальному по приказу Путина гульфиковую часть трусов ядом новичок. Представьте себе. Ну, наверное, украинские разведчики тоже что-то, какие-то совпадения любят, потому что Цезарь Кунников был советским бойцом, кстати говоря, толковым инженером, который погиб ровно 14 февраля, правда, 43-го года. Кроме того, этот Цезарь Кунников был потоплен группой катеров украинских, которые называются 13-й группой. Кстати говоря, в Израиле была 13-я флотилия Израиля, которая тоже отбивалась от больших боевых кораблей с помощью взрывающихся катеров. Кстати говоря, этот Цезарь Кунников, что интересно, был евреем, да. Эти украинские катера Магура 5 катеров, называется Магура 5. Что такое Магура? Это вершина на границе Стрыйского района Львовской области Украины. Что такое Стрыйский район? Это именно тот район, где родился Степан Бандера, выдающийся украинский государственный и политический деятель. Высота этой горы Магура 1362 метра. Что такое 1362 в украинской истории? Это окончательная ликвидация Ордынского ига на территории Украины. Кстати говоря, за 118 лет до аналогичных событий в Москве, то есть намного-намного раньше, в 1362 году, в Москве еще и не подумывали об освобождении от Орды. А Украине при помощи литовцев, а также белорусов, были разгромлены Ордынские войска. Ну а теперь об этом Цезаре, да, Цезаре Кунникове. Его, так сказать, тезка Юлий Цезарь. Кто такой? Ну, во-первых, он был римским императором, да, но это так. Первым, можно сказать, ликвидатором республики. Во-вторых, он был гомосексуалистом. А украинские бойцы, как известно, называют гомосексуалистами российско-фашистских захватчиков. Только немножко более жестко называют. Убил этого Юлия Цезаря, кстати говоря, преемник в результате внутреннего переворота. Совпадение, не думаю. Кстати говоря, и самое интересное совпадение, что этот Юлий Цезарь как раз перед смертью собирался пойти войной на Скифию. То есть на территорию Украины. Потому что Скифия в те древние времена считалась непобедимой. Да и сейчас, скорее всего, уже считается, да. Вот, и собирался он пойти, потому что, ну, потому что он был тщеславным, этот Юлий Цезарь. И древние греки писали, что Скифы непобедимы. Но Юлий Цезарь захотел победить, и не получилось. Не получилось. Но это все лирика, если честно. Были ли эти расчеты, или они случайно получаются такими красивыми. Кстати говоря, Магура 5, да. Можно сказать, 5 кораблей и все на пятерку. 5 катеров украинских. Все на пятерку. Это тоже, наверное, такое совпадение. Можно играться в эти все различные версии. Что-то можно, могут предпринять украинские доблестные войска, какому-то дню приурочить. Но вообще, они, как правило, бьют, когда могут. Наши войска российско-фашистских захватчиков. И самая интересная цифра. На сегодняшний день во флоте России, в Черноморском флоте, остается 13 кораблей. 13 кораблей, включая с подводными лодками, которые более-менее плавают, и более-менее большие. То есть, 13 целей осталось, по большому счету. И тогда от российского Черноморского флота останутся катерки. Ну и такая меленькая прибрежная флотилия, на которую даже жалко будет тратить украинские беспилотники Магура. То есть, 13 целей для украинского 13-го группы. 13-й группы, которая работает очень последовательно в этом направлении. Работает на то, чтобы эта аномалия, которой является российский Черноморский флот, в Черном море, чтобы она исчезла и закрылась, так сказать, накрылась медным тазом. На этой оптимистической ноте я снова вас призову поддерживать украинских бойцов. Сейчас нужны денежки на ремонт техники военной для бойцов 77-й бригады, которые воюют на Бахмутском направлении. Техника немножко пострадала, но лучше пускай страдает техника, чем люди. Когда украинские казаки давно такие операции проводили против, ну, в первую очередь, турецкого флота на Черном море, но еще перед тем византийского флота, вот, в древние времена, то тогда приходилось совершать эти операции с большим риском для людей непосредственно. Сейчас с Божьей помощью. Вот, сейчас во время этих атак украинские солдаты не страдают. В этом прелесть беспилотных этих комплексов. Поэтому, друзья, помогаем украинской армии. Счет я оставляю внизу под этим видео. Хоть эти верки, хоть эти нет в эти циферки, да, они, конечно, забавные, но главное состоит в том, что, несмотря на день, несмотря на ночь, 24 часа, 7 дней в неделю, украинские солдаты бьют российско-фашистского захватчика ради мира на земле. С Богом, друзья, до перемоги! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова